Друзья, всех приветствую на заключительной торговой сети этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых, фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канала Маркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Сегодня на повестке экономического календаря долгожданный релиз Non-Farm Perils. Этот отчет мы ждали очень давно, потому что были заряжены как раз именно предвкушением того, что эта статистика повлияет на действия Федрезерва и немного прояснит перспективы изменения, масштаба изменения, ключевой процентной ставки в США. Так вот, друзья, в 12.30 по GMT сегодня этот релиз блок данных, Non-Farm, общее количество новых рабочих мест не сельскохозяйственного сектора, динамика по изменению среднего показателя заработной платы и, конечно же, динамика по уровню безработицы. До выхода данных по Non-Farm Perils будет еще один важный отчет, это данные по инфляции в Швейцарии в 7.30 по GMT. И уже относительно под закрытие торговой сессии после Non-Farm выйдет еще один важный отчет из США, это ISM производственного сектора в 14.00 по GMT. Поэтому скучать сегодня не придется, латинность будет существенно выше средних значений. Я вас, друзья, как и всегда призываю, обязательно контролируйте риски, следите за загрузкой депозитов. Еще раз, если у кого-то есть пробел с пониманием, что такое классические традиционные правила управления риск-менеджмент, обязательно обратитесь к вашему персональному менеджеру в Аммаркетс. У каждого клиента нашей компании есть профессионал, который готов прийти на помощь и проконсультировать по этим вопросам. Ну, давайте по порядку. Индекс доллара 103.86. Локально откатили мы от локальных максимумов. Стоит отметить то, что доллар имел на самом деле, по крайней мере, в ходе вчерашней торговой сессии, достаточно оснований, чтобы выйти на новый локальный максимум. Потому что очень много сильных фундаментальных отчетов. Личные доходы выросли на 0,3% с прошлого показателя на 0,2%. Расходы, логичным образом, тоже подросли. 0,5% прирост с прошлого показателя на 0,3%. Первичные заявки на пособие по безработице. И здесь тоже, в преддверии нонфармов, хороший показатель. 216 тысяч обращений с прошлого значения 228 тысяч. Кстати, вот эти данные по личным доходам и личным расходам, они позволяют нам сделать вывод о том, что инфляция может вернуться к траектории роста. Или прям еще существеннее замедлить темпы снижения. Поэтому, чем выше будет, опять же, уровень инфляционного давления и чем выше будут инфляционные риски, тем, по идее, у Федеризирова больше оснований, чтобы не торопиться с увеличением или набором скорости в плане смягчения национальной монетарной политики. То есть, классический анализ фундаментально говорит о том, что на этих данных доллар мог подрасти. Но этого не произошло. Базовый индекс ценно-расходов на личное потребление, кстати, прошлое значение 2,7% ничего не изменилось за последний месяц. Почему все-таки доллар просел? Я думаю, что американская валюта прекрасно осознает, насколько потенциально плохие нонфармы ее ждут. И даже по прогнозам сегодня мы увидим значение, что в прошлом месяце американская экономика создала чуть больше 100 тысяч новых рабочих мест. Это в 2,5 раза хуже, чем было 2 месяца назад. Я думаю, что и показатель прошлого месяца тоже будет, точнее, позапрошлым пересмотрен с ухудшением. По показателю средней заработной платы без изменений ожидается, что в годном выражении рост составит 4%, уровень безработицы также ожидается на отметке 4,1%. Я сторонник того, что сегодня статистика разочарует, вам на протяжении всей недели об этом говорил, поэтому полагаю то, что индекс доллара получит возможность, точнее, продавцы индекса доллара, увидеть сегодня котировки 103,50 и даже ниже. Золото – это 1752 доллара за той скульпсию. Коррекция значительная, смена рынчаного сентимента, но мы еще раз убедились в том, что сентимент работает на все 100%. Благодарим, опять же, этот рыночный индикатор, потому что в рамках этой недели он нам помог неплохо заработать в плане развития восходящей динамики, и мы, по сути, смогли зафиксироваться вблизи локальных максимумов. Я предупреждал, что дальнейшее удержание длинных позиций сопряжено с очень большим риском. Сейчас вне сделок, несмотря на то, что сентимент вроде бы говорит о том, что может просесть еще ниже, но я в текущих условиях больше, наверное, интересуюсь золотом как инструментом, который можно купить. Ну, конечно же, я его никогда не куплю, когда толпа находится в этих длинных позициях. И, видимо, друзья, нам придется сегодня уже переждать нонфармы и еще раз оценить ситуацию в следующий понедельник за день до выборов в США. Вот это событие будет по масштабу еще более значительное, чем влияние отчета по американскому рынку труда. Доллар-франк. Котировки 0,8640. Ждем через пару часов отчет по инфляции. Я думаю, что как минимум будет значение прежнее в годовом выражении на целых 0,8%. Если прям совсем сложится для продавцов швейцарского франка, будут значения пониже. Потому что чем ниже инфляция, она и так находится на минимум за последние три года, тем больше оснований для Национального банка Швейцарии продолжат смягчать национальную монетарную политику. За длинные позиции по паре, как и раньше. Доллар-канадец. Котировки 1,3930. Локальный максимум 1,3944. Мы в полста пунктов, по сути, от нашей долгосрочной цели. Данные ПВП, которые вышли вчера, разочаровали. Показатель нулевая динамика. Это августовские значения. В июле было приносно на целых 0,1%. Но в целом, после резонанса от решения Банка Канады снизить процентную ставку на 50 байсных пунктов, с учетом слабых отчетов по рынку труда, ухудшенных пронозов по экономическому росту, будет нам снижение ставки на 50 байсных пунктов в декабре. Отсюда точно доберемся до цели 1,40. Биткоин 69,520. По поводу рыночного сантимента. Касательно рынка криптовалют сейчас картина неоднозначная. Я рассчитывал на то, что мы до выборов, до факта оглашения результатов, и до того момента, мы узнаем, кто же займет овальный кабинет, биткоин может продемонстрировать локальный рост. В целом, мы уже видели это. Биткоин добрался практически до исторических максимумов. Но даже сейчас, за несколько дней до выборов, до вторника, я все еще, друзья, допускаю, что в субботу, в воскресенье, может быть еще одна волна покупок, которая поможет биткоину подобраться к историческому максимуму. А вот что касается торговли биткоином по факту самих выборов, то здесь я уже не такой оптимист, как многие. Считаю, что после выборов рынок криптовалюта ждет очень большая коррекция. Особенно, если получится так, что белый. Дом и овальный кабинет займет Камала Харрис. В долларе иена 152.50, рост целевая отметка 153-155. Это диапазон, которого мы продолжаем придерживаться. Решение Банка Японии по процентной ставке в соответствии с ожиданиями, как я уже говорил, 0.25 ее не изменили. И это было бы глупо, если бы ее изменили, учитывая возросшую политическую неопределенность. До 11 ноября, когда будут проводить специальную парламентскую сессию, где определяют имя следующего премьер-министра Японии, и мы узнаем, сможет ли ИСИБа сохранить с собой эти полномочия, думаю, что иены будут постепенно распродавать, даже несмотря на то, что произойдет с долларом. И в целом я сторонник того, что 155 иен за доллар мы еще увидим. Рынок нефти, локальный откат 74.20, но сантимент, друзья, не изменился. Толпа находится в длинных позициях. Возможно, этот рост последовал как раз в качестве реакции рынка на спекуляцию. А что, если ОПЕК отложит решение по росту добычи на 180 тысяч баррелей в сутки? По данным Reuters, мы узнаем уже о том, слухи это, есть ли для этого основания, действительно будет ли это на следующей неделе. Я остаюсь в коротких позициях и жду, как и раньше, 70 долларов за баррель. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошего вам закрытия недели. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok